здравствуйте дорогие друзья мы сегодня с вами поговорим вот о таком вот инструменте несколько месяцев назад он завелся вот такой вот гитарой проделаны некоторое количество самых разных манипуляций и что будет неплохо показать и заранее предупреждаю что я не являюсь профессиональным обзорщиком гитар не будут особенно морочиться с тем чтобы показать звук этой гитары как он есть вам придется если окажется что его не так уж хорошо слышно через вот такого устройства через который я его записываю то вам придется кое в чем поверить не на слово потому что в основном все все-таки будем говорить о некой эмоциональной подачи этого инструмента инструмент этот называется лтд и x260 я неожиданно купив эту гитару обнаружил что русскоязычных обзоров на нее по-моему я нашел один и то по моему откуда он из америки сделал думаю что стоит показать инструмент поближе потому что многие интересуются подобным инструментом и я думаю что многие кто даже инструментами такими не интересуются уже понимают почему это именно гитара вызывает определенный интерес в нашей стране ну конечно да да я думаю что если об этом говорить всем уже понятно что на самом деле вот эта гитара в форме экспортер которая наиболее пожалуй известно тем что на гитарах вот такой формы играет джеймс хэптлт из группы металлика и собственно этим она и знаменита что вот именно гитары вот этой формы они в общем то известны всем как гитары музыкантов металлики на самом деле конечно не только он на них играет и самое главное здесь пожалуй даже не форме этого инструмента а в том что это вот такой вот бренд с названием лтд я думаю что он сейчас будет неплохо видно дело в том что лтд это бренд компании и сп из японии на гитарах которые последние получается 30 лет приблизительно играет группа металлика да и не только металлика на самом деле добрая половина музыкантов которые исполняют тяжелый рок в наше время играют на инструментах вот этой японской компании и лтд это ну такой некий младший бренд примерно как эпифон гипсон там не знаю ну как бы не знаю это примерно как toyota и lexus как бы примерно вот так куда он какие-то вот такие наплывают ассоциации всего вот этого там infinity и nissan и прочие такие вот вещи то есть вот это вот бренд младший но тем не менее надо понимать что на самом деле львиное количество гитар покупают не профессионалы а любители типа меня и всем любителям тоже хочется зачастую получить инструмент который ну хотя бы визуально похож на что-то что есть у кого-то из профессиональных музыкантов музыку которых они любят а вот этот инструмент ну скажем так за свои деньги неплохо имитируют те гитары на которых играет в частности джеймс хэттл и многие другие музыканты и вот поэтому собственно подобные инструменты на был рынке достаточно часто бывают интересны да и не только на рынке бу гитар давайте на эту гитару посмотрим какие у нее есть отличительные особенности приятные и неприятные особенно когда мы говорим в инструменте как вот это 2005 года существуют экземпляры инструментов этой модели которые выпущены были еще в корее то есть вот позднее 2005 года все производство как я понимаю 200 серии гитару т.д. переехала в индонезию уже в тот момент но если не все так то есть какие-то гитары еще выпускали в корее но вот в основном и на 200 серия вся оказалась уже там с того момента уже и подписные гитары киркхэмми ткс 220 перестали быть корейскими и стали индонезийскими и так далее и так далее и так далее сейчас очень многие инструменты такого толку выпускаются вообще в китае последние несколько лет ну и скажем так говорят я не держал их все в руках что все эти инструменты ну вот чуточку до отличаются друг от друга я могу сказать что у моего сына есть гитара корейского производства тоже лтд и тоже 200 серии ну и скажем так вот этот инструмент по качеству исполнения в общем и целом максимально на тот инструмент похож хотя говорят что позднее индонезийские гитары стали очень заметно проигрывать корейским но об этом можно поговорить немножко попозже давайте теперь некоторые подробности этой гитары посмотрим прямо на живом инструменте начать здесь следует с того что конечно выделяет эту гитару среди остальных инструментов которые могут быть сделаны вот подобном виде сейчас да ну то что в общем-то интересует многие кто подобные гитары выбирают во-первых здесь стоит начать с того что у этого инструмента вклеенный гриф то есть он не болтовом то есть он не на болтовом соединении как это часто бывает в гитар 200 серии это прям бывает часто вот у X260 гриф вклеенный второй интересный момент заключается в звукоснимателе который здесь установлен здесь стоит пара относительно недорогих звукоснимателей но тем не менее принадлежащих перу американской компании ENG тогда еще оставили звукосниматели подобное звукосниматели ENG и HZ стоят на многих гитарах 200 серии таких вот метальных так скажем того времени по крайней мере выпуска и в общем они по-своему хороши и надо понимать что на более поздних гитарах вы можете столкнуться с тем что будут уже стоять собственно звучки ESP вот в принципе в принципе говорят что они в общем-то по качеству очень похожи но дело в том что на гитарах 200 серии и звучки ESP стоят они по-моему ESP100 или ESP150 там вот такой вот комплект стоит то есть говорят что эти звучки еще менее выхлопные чем вот этот вот комплект от ENG то есть но как бы гитары упрощаются делают их несколько более дешевыми поэтому свое время ESP развернули свое собственное производство и звукосниматели тоже вот это звучки все-таки еще американской компании у них есть такой любопытный нюанс что в принципе вы можете наткнуться на экземпляр гитары у которых все здесь достаточно нехорошо экранировано и вы можете попаться на то что у вас даже от бытового комбика будет постоянно заводиться гитара вот ну что с этим делать я думаю многие знают но так здесь скажу что вот у моего инструмента подобных проблем нет дальше мы давайте немножко посмотрим вот накалки которые здесь есть они застройки очень хорошо сделаны на самом деле по-прежнему несмотря на то что эти детали уже 15 лет они прекрасно держат строй то есть вообще с этим таких проблем у данного инструмента нет и я думаю что будет очень удобно крышка для доступа кампера здесь все сделано достаточно просто насколько я понимаю на этом инструменте порожек не заменяет и здесь в этом прошлом тоже все намного но что здесь очень приятно но после чего я очень долго мыши сприваю при выборе этой детали это толщина грифа посмотрите здесь такой что здесь вообще по поводу грифа важно понимать здесь гриф гораздо тоньше чем на гипсоновских инструментах то есть откровенно говоря я вообще когда выбирал эту гитару ориентировался вообще на тот гриф который в классификации компании спи называется extra thing но да это мало на каких гитарах у них встречается вот этот вот гриф вы классификации называется thing you да скажем так то есть тонкий у-образный гриф такой вот я скажу так что из тех инструментов которые держал точно гораздо тоньше чем гриф и гитар компании гибсон и точно тоньше чем гриф на моем бонес лесполе у меня был такой серии артис бонес вот у него гриф тоже был гораздо тоньше толще мне на самом деле было критично достаточно чтобы гриф был достаточно тонким и просто потому что вот я такую музыку играю скажем так очень также важно чтобы гриф был максимально плоский то есть это так называемые скоростные грифы тут надо понимать что они удобны не только там музыкантом виртуозом но и вот таким вот любителям которые довольно кривовато играют как я потому что собственно там музыка которую мы играем предполагается что будет играться вот на каких-то подобных инструментах и здесь это сделано вот примерно так как и сделано у дорогих собратьев то есть гриф плоский и достаточно тонкий играть на нем поэтому вот какие-то такие более-менее скоростные вещи гораздо более удобно чем на более толстый гриф это конечно мое личное мнение потому что есть люди которые наоборот он любят толстый тяжелый гриф и им все это нравится и это мнение тоже имеет право на существование то есть а а а а а а а а а Ну, собственно говоря, здесь надо понимать, что вот эта комплектация оборудования обладает еще одной такой интересной особенностью по сравнению с многими гитарами, которые я держал в руках до этого. У меня лично ни одного такого инструмента не было. Тут очень интересная работа самого по себе тумблера, потому что он работает несколько не так, как это обычно было на всех гитарах, которые у меня были до этого. Ну, во-первых, здесь надо понимать, что здесь всего две рукоятки, как вы можете видеть. Одна из них, вот эта рукоять, это громкость, ну, наоборот, вот эта рукоять, это громкость, а вот эта рукоять, это что называется для слабаков, потому что это рукоять тонн, она у меня всегда выключена на максимальные низы, я ее никогда не трогаю. Хорошей иллюстрацией работы этого тумблера будет игра в режиме клин. Дело в том, что здесь верхнее положение тумблера включает бриджевый датчик. Обычно на всех гитарах, которые у меня были, верхнее положение наоборот датчик нековый. Я в первый момент, когда гитару купил, никак не мог понять, что она так странно звучит, а потом догадался, что вот у нее сделано вот так. И кстати, насколько я понял из разного рода описаний, что на многих гитарах Джеймса Хэтфилда, где вот такой тумблер установлен, сделано точно так же. То есть на самом деле вот эти вот гитары специально так делаются, потому что собственно больше играют в положении на бриджевом датчике, а потом когда резко нужно переключиться на накид, то это проще делать движением вниз во время игры, ну ритм гитариста по крайней мере, потому что у него обычно бывает очень мало времени на такое переключение. но если это вот так сделать, то вы услышите из моей гитары примерно вот такое что-нибудь. Играет музыка. И кто-то скажет. Вот не знаю, как это будет получаться при записи на вот эту вот маленькую штуковину, но кто-то возможно мне скажет. Слушай, ну у тебя какой-то звук очень сильно похожий на самом деле на металлику, неужели так только из-за гитары? Сразу хочу вас разочаровать, что нет, это не совсем так. Дело просто в том, что посмотрите вот внимательно, я постараюсь здесь так поднаехать. Это на самом деле дело в комбике. Дело в том, что у меня подписной комбик Кирка Хэммета от американской компании Randall. Ну, понятное дело, что сделан он в Китае, но в общем дело в том, что тут вот этот вот самый Хэммет Клин и Хэммет Овердрайв. Овердрайв здесь имитируют тот самый Ibanez Tube Screamer 9, с которым Кирк Хэммет начинал свою карьеру. Ну, примерно то же самое. А звук вот этот, так называемый, вот этот Хэммет Клин. То есть, тот чистый звук металлики, который мы, в принципе, обычно все привыкли воспринимать, ну, как такое фирменное звучание. Здесь могу коротко добавить, что, конечно, сам инструмент определенным образом, ну, дает определенное все-таки дополнительное ощущение. То есть, когда вы играете, условно говоря, не на металликовском инструменте, все не совсем так. Но все-таки основное дело вот в данном случае в звуке играет комбик. Здесь же гитара обладает еще одним интересным свойством, которое я и придал сам уже в данном случае, а не производитель ее запрограммировал. Дело просто в том, что когда я приобретал этот инструмент, мне он достался от предыдущего хозяина с девятыми струнами, то есть, со струнами довольно тонкими. Вообще, здесь нужно понимать, что мензура у этой гитары, такая небольшая подробность, ну, для тех, кто знает, что это такое, она точно такая же, как у гитар формулы Леспо. То есть, это короткая относительно мензура, и поэтому родная толщина струн, которые устанавливаются на эти гитары, это примерно десятки, так называемые. Я в свое время начитался про Джеймса Хэтфилда, что у него на некоторых гитарах действительно десятки, а на некоторых гитарах у него все-таки стоят 11-го калибра струны, и подумал, что раз уж струны менять, а на струнах 11-го калибра я никогда играть не пробовал, а здесь гитара позволяет достаточно низко поставить струны, в принципе, я подумал, что попробую установить струны 11-го калибра, посмотрю, как мне будет на этом играться. Честно скажу, играя уже приблизительно 3 недели, честно говоря, пока не понял, нравится мне это или больше бы мне все-таки нравилось со струнами десятками. Ну, в данном случае получается примерно так. Струны имеют такое несколько более серьезное натяжение, когда вы ставите 11-й калибр, даже если вы отрегулируете здесь анкером все нормально, то есть в плане высоты струн все хорошо, но струны сами толще, натяжение все-таки более высокое. Ну и к этому, прямо скажем, надо привыкать. То есть с этим, в частности, связаны некоторые агрехи игры, которые вы сейчас просто можете слышать, когда я что-нибудь на гитаре пытаюсь играть. Но должен сказать, что вот есть два плюса. Во-первых, конечно, всякие вот такие штуки, ну типа там, не знаю. Они звучат как-то, что ли, несколько так сочнее. Ну, то есть вот именно акустические способности гитары, они все-таки изменяются, конечно, от того, что струны толще. И вот на толстых струнах, на электрогитаре тоже, ну, так скажем, лучше, что ли, ощущение, когда ты играешь партии на чистом звуке. То есть для меня это, по крайней мере, точно оказалось так. Но при этом есть еще один момент, он связан вот именно со звуком тяжелым. То есть, когда ты делаешь что-нибудь вот такое. Ну, какого-нибудь такие риффы, конечно, то гитара звучит вот как-то так немного интенсивнее, играть на ней в этом отношении, ну, как-то, что ли, немного, ну, что ли, как-то пожестче, потяжелее. Вот какие-то вот… Вот представляете, что на самом деле это играется drop C, насколько я помню. А у меня гитара настроена в классический строй ми, поэтому вот эта вот всякая тяжесть, которая должна бы быть, ну, чтобы не перестраивать постоянно гитару, что в быту, конечно, не очень многие любят, это вот очень сильно помогает, когда вот струны вот такие немножечко потолще. И должен сказать, что, в принципе, вот этот инструмент игру на таких, на таких относительно толстых калибрах, то есть, насколько я понимаю, у некоторых 12-е стоят на подобного рода инструментах, вполне себе выдерживает. Но только нужно понимать, что пальцами вам вот, когда нужно будет делать какие-то очень быстрые пробежки по грифу, будет немножко сложнее, просто потому, что струны несколько толще. Но они вознаградят вас, когда вы научитесь за это играть более таким плотным и весистым звуком. Это классно. Как и все остальные инструменты компании ЛТД, которые мне случалось держать в руках, вот этот инструмент очень здорово создает такую, как бы, ауру дополнительных опертонов вокруг своего тяжелого звучания. И это получается не только вот так колотя по струне, как я это сейчас делаю, потому что, ну, послушайте сами, может быть, будет понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ну вот что то вот такое что будет вполне понятно что слышно достаточно можно всякие вот какие-то вот такие штуки то есть призвуков у этой гитары очень много и это на самом деле тоже какая-то такая составляющая с одной стороны металликовского звука может быть а может быть даже вообще любого треш металла вообще потому что ну вот знаете вот сухой вот этот классный звук в сочетании со звучанием вот этого комбики гитара его так очень здорово поддержит он такой какой-то где-то даже может кому-то кажется не очень-то объемный единственное что здесь конечно не так как у более дорогих инструментов это здесь нет вот этого сквозного грифа который вот по факту звучание очень сильно отличается по крайней мере когда вы держите гитару в руках там вся разница между инструментами примерно такая что но гитара со сквозным грифом такого плана она звучит как рояль вот натурально по сравнению с обычным фортепиано это вот фортепиано все-таки но нужно понимать что за свой уровень за свои деньги вот это вот совершенно прелестные инструменты потому что ну можно долго спорить о том насколько лучше гитары которые на рынке бу инструмента стоят ну приблизительно там 6-8 раз дороже этой гитары понятное дело что да вот но если вам вот хочется получить за какие-то вменяемые деньги основываясь на бу рынке какой-то инструмент который будет создавать вам вот это вот самое настроение вот этого самого тяжелого рока то конечно вот это один из тех инструментов которые вполне могут для этого пригодиться ну вот реально друзья вообще конечно положите совершенно чудеса вот как бы собственный такой звук с большим количеством пертонок призвуков еще и вот эти вот новые струны арнеболы у меня стоят они пусть и как достаточно толстые но тем не менее вот этот элемент не теряется и это на самом деле в инструменте очень здорово поэтому если вдруг вы хотите получить ну за относительно скромный инструмент который будет создавать вам вот такое вот настроение вот такого настоящего тяжелого рока то я бы сказал что и x 260 это весьма неплохой инструмент который для этого подходит на на нем с одной стороны играть весьма приятно с другой стороны вот весь вот этот антураж ну блин друзья вот не знаете не знаю даже что сказать вот весь антураж вот это вот гитары на которые играет джеймс хэттл здесь есть в основе действительно лежит какая-то подобная модель от этого же самого производителя и в принципе вы в любой момент можете почувствовать что ну да вот хотя бы чуть-чуть хотя бы немножечко ну пусть за свои вменяемые деньги вы приблизились к тому инструменту который есть джеймс а это очень многих из вас может действительно на самом деле порадовать если вы только начинаете увлекаться этими замечательными инструментами надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...